здравствуйте вы смотрите программу ваше хозяйство я ведущий сергей новиков одна из напасти которая часто поджидает нас садоводов и огородников не только на участке но и даже на подходе к нему это клещи чем опасны эти насекомые как с ними бороться об этом мы поговорим с биологом телеведущим и агрономом андреем смирновым андрей добрый день добрый день вот клещи сами по себе опасны ли они опасны всем тем что залезают совершенно укромные места это не обязательно одежда это места которые недоступны для того чтобы их сразу соответственно увидеть цепляются на животных в подмышках в паху полоса везде куда угодно и причем при детальном рассмотрении сначала собственно ты не видны а ведь задача его как основного паразита быть действительно незаметным что он собственно и делает процессе эволюции с ним произошло все чтобы только упростить свою организацию спрятаться накопить как можно больше питательных веществ и то есть насосаться затаиться совершенно верно и в этом состоянии может находиться на протяжении нескольких месяцев и даже лет то есть клещу кушать регулярно и системно совсем не обязательно однажды накушавшись клещ все необходимое получилось ждет следующего периода ведь в его жизненном цикле период длится от шести месяцев до нескольких лет как это это странно не звучало это голодание да а питается кровью только людей клещ или все-таки других животных я думаю что ему без разницы кого поймал у того кровь соответственно и выпил страшно чтобы клещ не был ни кем другим инфицирован ведь клещ это резервуар не просто для накопления крови а для накопления еще и вирусов поэтому когда мы рекомендуем способы борьбы мы должны учитывать что клещ может нам вирусу кучиться в букет принести потом как распознать симптоматику как это произойдет мы боимся всегда почему-то там энцефалитного клеща который чаще всего встречается где-то вот все таки восточнее в нашей стране да а есть клещ вызывающий страшное заболевание перплазмоз которые совершенно не диагностируются какие-то скудные выделения во время мочеспускания появляется то и будет равно страшные последствия сегодня клещ на мышке или домашним животным а завтра уже у вас разносят самые разные заболевания и мы привыкли как дедовским методом обнаружили клеща намазали сверху маслом связи с тем что у него куча трубочек отверстий связан с его непосредственным дыханием клещ отдыхается на самостоятельным образом должен отделиться либо мы берем палочку такую винтообразную или ниточку привязываем крутить и вытаскивать его соответственно постепенно жевать на клеща никуда не здесь а донести до нужного медицинского пункта для того чтобы не распознали чем он мог быть инфицирован раньше целые лесные массивы опрыскивались против клещей на сегодняшний день такой практики практически не существует поэтому каждый дачник каждый садовод должен брать на себя ответственность по защите своего собственного участка от клещей и вот прямо сейчас я расскажу как сделать свой участок безопасным от этих зловредных ну точно не насекомых для защиты от иксодовых и других видов клещей компании ваше хозяйство разработала специальный препарат который называется иксодер дело в том что это средство можно использовать даже до начала дачного сезона вот представляете вы планируете примерно через три дня поехать на дачу для того чтобы работать за три дня до этого вы распыляете препарат иксодер на своем участке и через три дня приезжайте на абсолютно чистый от клещей и других зловредных насекомых участок согласитесь это очень практично и очень легко тем более что пользоваться этим препаратом одно удовольствие он существует как в виде большой емкости на 100 миллилитров так и в небольших упаковках которые содержат ампулу в 4 миллилитра для обработки 100 квадратных метров поверхности участка от таежных и лесных клещей к 5 миллилитрам средства добавить 1-2 литра воды и тщательно перемешать обработку проводят путем опрыскивания помповым распылителем или с помощью генератора аэрозольного тумана все клещи которые будут доходиться на этой площади попросту погибнут вы создадите своеобразную буферную зону которая будет полностью лишена зловредных иксодовых клещей и других вредных насекомых важно отметить что этот препарат иксодер он действует против клещей против ос против муравьев против тараканов клопов и блох но практически не токсичен для птиц или почвенных организмов таких как полезные дождевые черви это по-настоящему прорыв в области защиты от кровососущих насекомых кстати в домашних условиях этот препарат тоже может применяться в дачном домике вы сможете обезопасить свою кухню например от тараканов если вы встретите осиное гнездо которое вы боитесь потрогать вы также можете развести этот препарат согласно инструкции и обработать осиное гнездо насекомые точно погибнут важно отметить что действие препарата вы только представьте сохраняется в течение полутора месяцев если же вы планируете и дальше продлевать дачный сезон то последует вторая обработка и тогда этих двух обработок хватит на весь сезон от весны до поздней осени несмотря на то что средство иксодер практически безопасно для теплокровных животных которым собственно и мы с вами люди тоже относимся обработку участка мы будем проводить с использованием средств индивидуальной защиты это во первых латексные или резиновые перчатки на руках и средства защиты дыхательных путей это могут быть респираторы это могут быть защитные маски и самое главное нужно выбрать правильное время для обработки лучше всего если это сухая безветренная погода и ближайшее время не ожидается осадков в виде дождя или снега андрей мы свой участок обезопасили у нас такая буферная зона защищенной от клещей но ведь мы можем клещей поймать и в другом месте например зайдя на соседский участок или просто по пути на дачу действительно он уже ждет уже хочет кушать и поэтому для клеща нет разницы на каком участке сидеть поэтому если вы путешествуете от соседям к соседям делитесь результатами своего труда то соответственно и на ногах на одежде на обуви принесли тем более что к одежде прицепиться для клеща не проблема у него восемь ног одним из них схватился а где он сидит он поджидает обычно трава верхняя часть растений может сверху упасть в конце концов и как бы делает это очень непроизвольно и незаметно чем там пылинка ветром гонимы они также могут попасть на любые предметы и найти себе еду я еще в некоторых печатных средствах обнаружил информацию что более привлекательными для клещей являются объекты до объекты из темной одежды то что мы обычно и надеваем на дачу да темные брюки или поярче нарядился немножко обезопасить себя от толку клещей но тем не менее те места где они обычно прикрепляются это все-таки нижняя часть до брюки и так далее они ползут вверх и находят места где можно зацепиться мы часто привыкли ходить в лес специальной одежды но находиться на даче специальной одежде нам совсем не хочется потому что и жарко и неудобно не всегда комфортно и тем не менее но без средств защиты просто никак вот есть такие средства защиты которые позволяют не только одномоментно до избавиться от клещей но и предотвратить их расползание по нашей одежде на неделю и даже дольше и вот как раз об этих средств защиты прямо сейчас я расскажу с помощью средства иксодер о котором мы говорили чуть ранее вы можете обработать полностью весь участок от клещей но ведь бывают случаи когда вы отправляетесь на рыбалку или в лес или просто на прогулку как же обезопасить себя от укусов клещей для этого существует средство индивидуальной защиты это средство клещ капут которые существуют в виде аэрозоля и в виде спрея причем обрабатывать нужно и кожу а именно одежду вы выходите с этой одеждой на открытый воздух непременно начинаете обработку с подветренной стороны и до легкого увлажнения опрыскиваете свою одежду после этого просушиваете одной такой обработки вашей одежды с помощью средства клещ капут хватит примерно на две недели это при условии что одежда не будет стираться но если же вам необходимо постирать одежду то подобную обработку следует провести уже после ее полного высыхания а надевать ее поверх нижнего белья для того чтобы не происходило соприкосновения обработанных участков ткани с вашим открытым телом при этом входящий в состав препарата репеллент от полнёт также частично комаров москитов и мошек отдельное ваше внимание я хочу обратить на то что клещ капут будет действовать не только в отношении клещей но и других даже летающих кровососущих насекомых таких как комары или москиты поэтому одной обработки вашей одежды хватит для того чтобы в течение двух недель ходили на рыбалку ходили в лес и не боялись что клещи присосутся к вашему телу и вас не потревожит и летающие насекомые андрей а в чем особенности физиологии клеща интересен сам механизм когда клещ прикрепляется на тело но естественно открытое на открытое место причем прикрепляется так что мы вы исключительно с вами видим надувшиеся брюшка которая наполнена собственно кровью и как бы мы аккуратно не пытались его соответственно снять часть его тела остается внутри поэтому воспалительный процесс проникновение инфекции по сути открытая дорога для инфекции открытая собственно рана почему клещи с успехом пьет кровь это ферменты это вещества которые по сути разжижают кровяное русло мы не чувствуем проникновение то есть там видимо и вещества которые обезболивают по сути да вот та же самая пиявка и вот только тогда когда брюшка полное мы видим что что-то мешает что-то какой-то соответственно дискомфорт до размера вишни может раздуваться брюшка это где он должен быть чтобы не заметить с одной стороны но потом когда мы замечаем мы можем очень часто смахнуть или оторвать оторвать случайно а внутри вот в коже останется головной отдел вот с этими ротовыми мощными вот этим челюстями которые будут продолжать и вызывать нарыв да поэтому мы осматриваем поверхность одежды поверхность открытое тело и естественно животных которые с нами путешествуют по лесу мы же любим с собой взять собаку например даже если кошка сидит на участке то собака с нами везде везде гуляет поэтому посмотрите на домашних животных вот может быть мы перечислим какие-то правила когда заходим в помещение да или приехали с дачи домой мы должны осмотреться вот где чаще всего можем встретить клеща это естественно спина потому что они могут падать сверху а вот вы когда в лес ходите вы штаны заправляете в сапоги так парчину или сверху наверное внутрь вот поэтому получается что сапог это то та воронка открытой куда тоже они соответственно могут попадать поэтому мы снимаем рассматриваем одежду из сапог тоже естественно вытряхиваем и естественно осматриваем одежду которую мы сняли да потому что эти клещи могут потом при повторном на диване этой одежды соответственно найти место где присосаться и перенести не дай бог какую-либо страшную инфекцию эти товарищи они очень чувствительны к запахам однозначно поэтому знать о том что это человек или собака для клеща собственно не принципиально но обнаружить индифицировать его в лесу достаточно просто движение индикатор для него запах и наверное все таки температура тела он именно будет ползти туда где температура наиболее высокая как раз вот в районе подмышек в районе ушей головы это те места наиболее любимые клещами которые мы должны особенно проверять после того как мы приехали с дачи если мы тем более ходили в лес по соседству или были на соседних участках которые не обработаны средствами от клещей большое спасибо за разговор и до свидания а на этом наша программа ваше хозяйство подошла к концу я ведущий сергей новиков прощаюсь с вами до следующего выпуска увидимся